У нас сцена приглашается Лидия Чебоксарова и Евгений Быков. Если кто-то позовет Евгения Николаевича, то я буду с ним петь. Вот, это Евгений Быков. Посмотрите. Какой красавец! Это стало мемом у нас, потому что история, которая произошла с Лидией Александровичем Сергеевым. Однажды в Израиле он выступал. И один его приятель, который работает в доме для престарелых, ну, с поймой им будет очень приятно. И вот он выходит и говорит, я Барт Леонид Сергеев из Москвы. Он говорит, говорите громче, мы плохо слышим. Он громко говорит, я Барт Леонид Сергеев. Я думаю, что вы так кричите? Он говорит, я пою, пою песню свою. И вдруг, в средине песни заднего ряда, голос такой, говорит, посмотри, какой красавец! И я сейчас услышал эту фразу тоже. Вообще неуместны ваши рассказы про других Бардов сегодня. Расскажите вот про Щербакова. Ну, у меня тоже есть. Есть чем гордиться. Да, есть повод для гордости, потому что вот эта вот фотография Алексея Гальянова, где... Редкая улыбающаяся фото Щербакова. Фото Щербакова, да. Блаженная такая. Это он с Женечкой разговаривает. Вот, видишь, есть хлопают тебе уже. Ты еще ничего не сделал, только пришел. Потому что красивый. Сейчас гитары холлоу... Вообще петь, конечно, песни Михаила Щербакова, это так, перефразируя знаменитого барда, исполнителя великолепного Витю Гагина, скажу, что петь песни Михаила Щербакова, это как анонизм. Самому приятно, а перед людьми неудобно. Я вот смотрю на это действие и прямо не удержалась, простите. Это Гагин сказал про блатные песни. Ну, я, кстати, тоже, я, как и все присутствующие на этой сцене, я тоже пребываю в заблуждении, что я лучше всех пою Щербакова. И, да, что я прямо вот вижу там такие подтексты, которых никто не видит. И это правда, действительно, вижу. Я не буду доказывать это сейчас. Я даже доказывать ничего не буду, это просто бросается в глаза. Хорошо. Сразу. Я очки забыл еще. В общем, все пропало, Щербакова. Это жар-сердец. Ну, попробуем. Ты считаешь, что это хорошо сейчас просто? У меня отлично. Это, простите, это я виноват. Ай, очки-то. Герц не тот. Не так, Герц не тот стоит. Вот беда. 440 нам нужно. Давай, сейчас найду. Сын Николаевич, ну, может, это неприятно уже. Да я думаю, я в восторге. Такое все. Боже. Вышли мастера такие. Ща вот дать покажем, как Щербакова-то надо пить. Хлопись! Да, вот я тут не крутил, конечно. Молодец. Не знаю, мне простительно, я гостей встречал вчера. Здесь фейсбук пробежали. Да? Это, как однажды мы приехали, куда-то мы в середину, это вообще невероятный куда, по-моему, я говорю, беседую с приятельницей, ну, думаю, у нас есть о чем поговорить. Она говорит, так я-то знаю, я-то знаю. И, в общем, оказалось только, может быть, какие-то интимные подробности моей жизни неизвестные, а все остальное известно. И это невозможно. Благодаря тебе. Сергей Николаевич. Все, уже. Я понимаю уже. Все, все. Поехали. Будем пробовать. А что, пойдем? Нет. Все, можно включить меня уже. Замит ли, свело ли поясницу, народ, небось, не фраер, тот час галдит, а в судном дне кратный полу, бегушке, славицу, сломалась водокачка, готовиться к войне. Ай, скучно, скучно мне. Морсель Пруст, а также Анатоль и Франц, на месте на моем бы уткнули бы персты, волны и скучно. Забели про погоду, воспели бы водокачку, и преуспели бы. Ай, скучно, скучно мне. Ужу я, напялю на запястье, да книзу циферблатом, часы да со стрелой, а золотой и сяду, проветриться в ненастье, влюбивый свой автобус, шестьсот шестьсот шестьсотой. Ай, скучно мне. Пускай да, в смятении и даже по пучке ветеран мне заедет костелем между глаз господь с ним. Умдарем, что в отставке, а маршал очевидный, пожалуй, промолчу. Ай, маршал, скучно мне. В шестьсот шестьсот шестой раз Спросить, зачем на свете Ничем я до сих пор не стал Парсей пуст. А также на той фраз Про это сочинили небось По тысячи товаров, Да кто же их читал? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Норт, вест, гудки синева, Крейсер не то не наносит. В рубке радист репетирует Точка-тире, запятая. Девочка машет Спереды белой рукою Все разборы то машут в ответ Самый красивый не может. Жаль, жаль, а вот и не жаль, Очень ей нужен красивый. Пусть он утонет геройски Со себе с кадрою вместе. Ангелы Божии Станут ему улыбаться, Ей, что ли, плакать тогда? Вот ищут глупости тоже, Слез, грез, чудес в решете. Ей бы теперь не хотелось, Ей бы хотелось, пожалуй, Что бабочкой быть одной нефтой. День и срок недолгий, Он бы пройти незаметный, Ночь бы навек трепетать, Сердце ее запретило. Ночь от обор и Дунай Волны к Балтийскому небу, Морт вместо рудки синего, Сумасшедший сон радиста. Плачь, плачь во сердце, Ночь миновала бессмогна, День не замедлил прийти, Ясный, холодный, вражденный. Сумасшедший сон радиста. Вряд ли собой хороша, Но скромна и нарядна, Вряд ли вполне молода, Но о том не рече. Где-то в предместее Она так и живет, Вероятно, чем занята Бог есть, может, совсем ничем. Может быть, к зеркалу Профиль приблизив неголый, Локон непышный На разные крутит воды, Или цветок чуть живой Ставит в кувшин Ускогорлый в озере только что Свежий набор воды. Может быть, этот цветок Называется розовый, Может быть, он ей подарил Неделю тому Рослым красавцем Таким, с белой такой Паперосой Близ городских ворот. Бог весть за что, И к чему, Все ни к чему, Никаких никогда не бывает. Рослых с цветами Рослых с цветами красавцев У врат городских. Ну, вот и плачет она, Вот и кувшин Разбивает На семи шесть Бог весть Мертвых частей Таких. Может быть, этот цветок Называется розовый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас еще одно испытание Сможешь без очковки на укулеле? Хором, что ли, споем? АПЛОДИСМЕНТЫ Следующие две песни можно хором пить. Колыбельная Щербакова Интерпретация Дмитрия Дихтера И Галины Крыловой. Он смотрит. АПЛОДИСМЕНТЫ КАРМЮ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОМОЛИ Когда у неё хол побольше Спит Гавана, спят Афины, спят осенние цветы. В Черном море спят дельфины, в Белом море спят киты. И подмирая собака улеглась под сонный куст. И собаки снятся знаки зодиака, сладковатые на вкус. Старая рампа, разнет рампа, разнет лобка у ворот. День уходит, ночь приходит, все проходит, все пройдет. Путь не длинный, не короткий, поцвист плетки, запах водки. Кратковременный ночлег скрипососен, корабель, Взхлебый песен, колыбель, дальний берег, дружный век. Повис туман горячий на незрячих фонарях, Или поет певец бродячий о далеких островах. О мазуриках фортовых, о бухарской чайхане, И о крущиках фортовых, и немного обо мне. И о том, что кто-то бродит, ищет счастья, не найдет. И о том, что все проходит, все проходит, все пройдет. Век прошел, у нас все тоже ночь прошла, Прошел прохожий, путь не дашь, захромал сволк певец. Ушла собака, только знаки заделка, Да дождинок похромал. День входит, ночь приходит, Все проходит, все проходит, Все проходит, все пройдет. И в заключении наше выступление. Что в чужом краю, что в отче, На высоком небосводе, Не увидишь ты алмазов, Да и кто их видел, впрочем, При какой такой погоде. Счастье капризно, да и тревожно, А жизнь, она и вовсе, Одна, второй не будет. Рим с собой взять не можно, В маяч пока что возле, Папа Римский не осудит. Рим нисколько не в упадке, Он щебечет и хлопочет. На расхват идут напитки, Курс в порядке, мир живой. Люд заморский по руинам резво скачет, Пальцем тычет во что хочет. Отчего бы в самом деле Не скакать пока живой. За сто лир цена смешная, Ты, пломбир, купи с изюма, И направься вдоль далеко С у юных барышней смущаясь, И рым в клеточку костюма. Ах, эти барышни глазами, Серьезными своими, Моргают так прелестно. Мы умрем, мы черту с нами, А вот что случится с ними, Совершенно неизвестно. На скамейке ренесансною Античного забора. Не забудь, что ехать скоро И беседу не проводи. Что там за архитектура, Синьорина? Что за флорадан, Синьор? Не твоя печаль, приятель, Погулял и проходи. В свой черед коснется слух, Тот сигнал Валдорны строгой, Что вязать велит пожитки, Ни пера тебе, ни пуха, Отдохни перед дорогой. Важный рассвет тебя разбудит, Портье ключами щелкнет, А дальше, как придется, Жизни одна, второй не будет. Но пока Валдорн смолкнет, Колокольчик распоется, Жизни одна, второй не будет. Но пока Валдорн смолкнет, Колокольчик распоется. Спасибо, что мы побили.